Ну а этим юным белорусам еще предстоит зайти на пьедестал больших побед. И первым рубежом на этом пути может стать именно снежный снайпер. Соревнования дают возможность проявить свои силы абсолютно каждому, открывая будущих чемпионов. По итогам только прошлого года полсотни участников снежного снайпера были отобраны и протестированы. А четверо из них сегодня зачислены в биатлонные школы. Завтра в Раубичах стартует финальный этап соревнований. О готовности большого спортивного праздника Елена Горельчик. Менее суток остается до старта снежного снайпера. Соревнования, которые находят биатлонные надежды. За ними внимательно наблюдают тренеры, а их участники мечтают попасть на карандаш. Таких претендентов в Раубичах собралось 168. Что важно, ни один из них не занимается биатлоном профессионально. Это условия соревнований. Ребята уже прошли через многоступенчатый и масштабный отбор. От школьных состязаний до республиканского финала. К примеру, только в районных соревнованиях вышло на старт более 20 тысяч участников. Поехали на отбор, выиграл отбор, приехал на область, занял третье место и сюда. Постоянно по вечерам катался. На уроках физкультуры и по вечерам дома. Снежный снайпер – это уникальная возможность показать себя даже тем, кто живет далеко от столицы или областного центра. В сборную команды вошли воспитанники базовых и средних школ с глубинок, с районов. С Ельска, с Рогачева, с Жлобина, с Лоевского района. Что примечательно, у нас 5 участников с одной базовой школы, в которой 28 всего участников. И 5 попали на республиканский этап соревнований. Для них это очень много, знаете, из глубинки попасть в столицу. Посмотреть на ребят, которые занимаются, может быть, лучше, что-то перенять у них. Если что-то хорошее есть, передать другим. Валерия Филипчик – старожил снежного снайпера. Участвует уже четвертый год подряд. Говорит, о спорте больших достижений пока не задумывалась. Но лыжи – это ее любовь с детства. Очень много изменилось. В этом году как-то больше каких-то развлекательных программ. То есть вот нас вывозили на экскурсию, очень интересно. Нас зафотографировали, тренировок как-то больше, сборы в этом году подольше. Плюс из нашей команды мы все друг друга знаем уже второй год. Вот. И нам весело. У нас праздничная такая вот атмосфера. В Раупичах снежные снайперы как дома обжились, осмотрелись. В белорусской мекке биатлона юные биатлонисты живут почти неделю. Живут и тренируются. К примеру, поначалу организаторы устроили для ребят учебно-тренировочный сбор. Теория наравне с практикой. Ведь на соревнованиях предстоит стрелять из самых настоящих профессиональных винтовок. Палки. Если чувствуешь, что у меня темляки плохо снимаются, заранее, уже как-то до подхода к огневому рубежу за пять метров, снимайте темляки и берите палки в руки. На тренировку каждой возрастной группы, а их три, отводится ровно час в день. Внимание мелочам. Как правильно взять палки, заехать на стрельбище, к детским и любительским соревнованиям, серьезный взрослый подход. И касается это не только спортивной части. Многие элементы и организационные вопросы мы выполняем в соответствии с требованиями Международной Федерации биатлона. Вот как пример, в этом году мы впервые сделали стартовый ворот, который выполнен именно по тем требованиям, техническому заданию, ИБУ. И, в принципе, точно такие же будут использованы на чемпионате Европы по биатлону. От внимания болельщиков, которые решат приехать в пятницу или воскресенье в Раубичи, не ускользнет ни один выстрел. Картинка со стрельбища будет транслироваться на большом экране. А за ходом соревнований можно будет следить в прямом эфире в интернете на YouTube-канале президентского спортивного клуба. На этих соревнованиях у нас впервые будут задействованы новые телевизионные станции. Их две. Они развернут 12 камер, будет поставлено два крана и использовано еще огромное количество дополнительного нового оборудования. Позаботились организаторы и о болельщиках. Фудкорты с европейской кухней помогут подкрепить силы после активной поддержки юных биатлонистов. Абсолютно бесплатно любой зритель сможет покататься на аттракционах и даже попробовать себя в биатлоне лазерном. Специально для того, чтобы болельщики добрались до места соревнований с комфортом, будет организовано постоянное автобусное сообщение. От станции метро «Борисовский тракт» через улицу Карбышева до конечной «Раубичи» снежный снайпер здесь. Стоимость проезда рубль 70 копеек. А это уже лыжероллерная трасса в Веснянке. Здесь тоже тренируются участники Минской лыжни. Впервые в истории массовый спортивный праздник пройдет не в формате лыжных гонок, а как в самом настоящем биатлоне. Специально для этого было оборудовано стрельбище и установлены огневые стойки. Каждый день ездим в «Раубичи», стреляем. Все получается. Так что, конкуренты, готовьтесь. Бороться за медали Минской лыжни ее участники будут в двух дисциплинах – эстафетах и масс-старте. Начало субботних соревнований в 11.00. Для болельщиков же организаторы подготовили четыре зоны, где можно будет не только сытно покушать, но и с удовольствием поактивничать. Например, выявить, кто самый быстрый бегут в мешке или победитель в боях подушками. Самых сильных на деле и в мечтах накормит полевая кухня. Сладкого чая и вкусной каши с тушенкой пообещали – хватит всем. Причем отобедать можно будет бесплатно. Мы просто любители. Вот, решили поучаствовать в Минской лыжне. В масс-старте заявились. В масс-старте. Это позитив, это энергия, это хорошее настроение и в то же время здоровье. А вот личный транспорт в субботу лучше оставить дома. Парковка рядом с лыжероллерной трассой будет ограничена. Зато появится больше дополнительного общественного транспорта. Минская лыжня – соревнование уникальное в своем роде. Вместе с высшими должностными лицами страны шанс проявить себя на лыжне и стрельбище получат и любители. Спешите это видеть.